24 февраля вместе с выборами в Молдове пройдет консультативный референдум. И если с предвыборной кампанией в парламент все более-менее ясно, то с референдумом появляются сплошные вопросы. Причем чем дальше, тем больше. Об официальной поддержке плебисцита, кроме демократов, не заявила ни одна партия, по крайней мере пока. К тому же стали появляться комментарии юристов, выражающих сомнения в законности этого решения. Словом, говорить и есть о чем. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня в гости говорить на эту тему я пригласила Виталия Гамурарь, кроме того, что пресс-секретарь демократической партии, еще специалист в области международного права. Добрый вечер. Добрый вечер. Также эксперт в области права Сергей Мишин. Добрый вечер. Здравствуйте. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, позвонив по указанному ниже номеру телефона. Ну что ж, давайте начнем сначала. Вот хочу понять для себя, какие цели ставит власть, придумав, а потом и настояв на проведении вот этого референдума. Господин Гамурарь, цели? Во-первых, начнем с того, что это обещание демократической партии, данное своим избирателям, данным гражданам республики Молдова. Если мы обратим внимание за последние три года, по крайней мере, последние три года демократическая партия старается держать свое слово, и в принципе это является вполне логичным. С другой стороны, то, что эта идея появилась, это идея, которая не навязывалась демократической партии. Если посмотрим несколько лет назад, то практически все партии, ну более-менее сильные партии, говорили о том, что необходимо снизить количество депутатов, необходимо, ну или второй вопрос даже по отзыву. То есть этот вопрос всегда был, этот вопрос всегда обсуждался, этот вопрос всегда был на повестке. Я приводил пример, потому что, с другой стороны, это может быть неким качественным подходом, вместо количественного. Хотя, опять же, я не говорю о том, что я сторонник того, чтобы уменьшить количество депутатов. Вопрос в том, что пусть люди выскажутся по этому отношению. И я этот вопрос рассматриваю, или эту ситуацию рассматриваю намного шире. Поскольку этот вопрос, то есть если даже будет сказано «да», то не коснется следующего парламента. Это будет через один парламент, в любом случае. И это неизвестно, если следующий парламент примет в качестве закона, потому что это консультативное заключение, референдум в данном смысле. Но это... Вот это очень важно, что вы сейчас вот этот момент почувствуете. Но это лишний раз. Лишний раз. Вопрос к депутатам, будущим депутатам, к нынешним депутатам о том, что необходимо учитывать мнение народа в отношении, как они чем занимаются. То есть, даже если это не будет не обладать юридическим характером, это значимо для того, чтобы люди поверили в то, что они решают на самом деле, что они делают в Республике Молдова. А избираемые депутаты, чтобы они понимали, что на них лежит определенная ответственность, и они могут, или, по крайней мере, необходимо понимать, что существуют и другие механизмы, и они в любом случае, они наняты на работу, на госслужбу или на службу населения, и никак не наоборот. То есть, это вы сейчас об императивном мандате начинаете говорить в этой части? Вопросы в том, как относится население к депутатам, потому что всегда речь идет о том, что, конечно, есть определенный статус, это во всех странах, но при этом не надо забывать, что ты находишься на службе народа. И вот, если на самом деле граждане выскажутся против, даже если это будет консультативно, выскажутся за 61, не за 101, за 61, если даже это не будет принято, нужно воспринимать как моральный вопрос со стороны депутатов населения. Я поняла, и выделила тот момент, что вы говорите, что демократы выполняют свои обещания, и для того, чтобы выполнить эти обещания, вот они решили провести референдум. Вы согласны, господин Мишин, или вы видите иные цели в этом действии? Я с этим не согласен абсолютно. Во-первых, демократы никогда не обещали сократить количество депутатов, и даже если мы вспомним, когда они пытались ввести одномандатную систему, тогда речи не было о сокращении депутатов. Единственное, кто заявил о том, что хочет сократить количество депутатов, и причем попытался это вынести на референдум, это был президент государства Игорь Николаевич Дадон, и при этом партия демократов тогда классически через Конституционный суд аннулировала его указ и не дала провести ему этот референдум, а сейчас у них появилась идея о том, что нужно все-таки сокращать. По поводу отзыва депутатов, у нас сегодня тоже существует процедура в Конституции, прописано, что депутатов парламента можно отозвать. Демократы, да, действительно, они говорили об отзыве депутатов еще, опять-таки, при введении одномандатной системы, но никогда не говорили о механизме. То есть то, что говорит господин Гамурарь, действительно, это ведет к императивному мандату. Но у нас по Конституции императивный мандат запрещен в стране, то есть мы никак к нему не можем прийти, поэтому задавать вопрос и вести к императивному мандату, это как минимум антиконституционно на сегодняшний момент. Я же вижу, для чего этот референдум все-таки объявили, да. Ну, во-первых, надо было наше население увести от тех двух референдумов, о которых они сказали до этого, то есть это референдум о евроинтеграции. О внесении в Конституцию этого положения. Да, вообще, даже о движении в этом пути. Не, ну, речь шла о внесении в Конституцию, да, я уточню. Да, она провалилась в парламенте, давайте вынесем на референдум. Но, опять-таки, все социологические опросы показали, что на уровне 70-72% населения Республики Молдова считает, что мы идем не в том направлении, а это направление мы все прекрасно понимаем, то, которое говорит, что мы должны идти в Европу и выполнять договор об ассоциации, и люди простые считают, что это неправильно. Поэтому на сегодняшний момент демократам надо было как-то выкрутиться и назначить другой референдум. То есть, теперь, когда они пойдут в предвыборную кампанию, и их начнут спрашивать, что же у вас случилось с евроинтеграцией, они скажут, ну, ребят, ну, извините, но не могли мы два референдума проводить в один день. Вот мы пока решили провести референдум по поводу сокращения депутатов и отзыва их, чтобы вам дать волю то, что вы хотите. И мы должны с вами прекрасно понимать, что на сегодняшний момент, опять-таки, ссылаясь на опросы людей, люди действительно хотели бы сократить количество депутатов, но им кажется, что это правильно, по крайней мере, в обывательском смысле слова. То есть вы к тому, что демократы уверены в том, что их инициативы будут электоратам поддержаны? Нет, я говорю это к тому, что это красивый первый лозунг, чтобы идти в предвыборную кампанию. То есть хороший эффект от этого всего будет перенесен в целом на Демпартию. Конечно, потому что и будет связываться, я вас уверяю, что все политтехнологи сегодня, все политологи, которые поддерживают демократическую партию, ближайшие полтора-два месяца будут только об этом и говорить. И, естественно, народ, которому, представьте, я прихожу к человеку, забываем о том, что была евроинтеграция, там хотели румынский язык, и говорим, вот вы знаете, если вы проголосуете за нас и за референдум, вы сможете отзывать депутатов, их сократят количество, соответственно, появится больше бюджетных средств, мы сможем за счет этого повысить заработную плату. Конечно, когда мы приходим в любое село и к населению говорим о таких вещах, это сказывается положительно, и это правда. Я поняла. Разные мнения, будет реплика? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что вопрос о европейской интеграции, он вовсе не связан с вопросом о сокращении, тот вопрос, который вынесли на референдум, по простой причине, что я уже говорил о том, что изначально вопросы о европейской интеграции Демпартии предложила провести, разрешить в парламенте, после чего вопрос не прошел. То есть была речь о том, что, может быть, необходимо будет выставить... Нет, было официальное заявление о том, что Демократическая партия будет проводить этот референдум. Я не говорю, я не связываю эти два вопроса, я связываю два референдума, чтобы не задавали вопрос, почему Демократическая партия все-таки не проводит референдум о евроинтеграции, появился другой референдум, и это красиво, можно сегодня населению объяснить, что мы не можем два референдума проводить. Поэтому вот тут в чем вопрос. И вот этот вопрос о том, что сокращение, не сокращение, если бы мы хотели связывать его с предвыборной кампанией, непосредственно выбранной кампанией, тогда бы мы не разъясняли бы на каждом шагу о том, что этот вопрос является консультативным, что он не касается следующего парламента, будет следующий парламент принимать решение, согласен ли с этим или нет, и так далее. То есть мы разъясняем каждый раз очень хорошо. А зачем проводить это в один день с парламентскими выборами? Если вы не преследуете эту ситуацию. Позвольте, я задам вопрос. Господин Гамурарь второй раз уже говорит о том, что еще нет никаких стопроцентных гарантий, что вот народ выйдет, выскажется, и это вы говорите парламент, и неизвестно, что через парламент, и как это будет. Есть такой прецедент. Господин Басецко во время своей предвыборной кампании точно так же инициировал вопрос о сокращении числа депутатов. Народ, конечно, сказал да, и ничего сделанного не было. Это я к тому, что все подозрения, до сих пор, кстати, это я к тому, что все подозрения в отношении того, что это нужно кратковременно демократам для предвыборной кампании, вот получается, вы невольно все-таки утверждаете. Но у меня будет другой вопрос все-таки сейчас. Отказываются партии регистрироваться в качестве электоральных конкурентов именно для этого референдума. Не смущает ли это демократическую партию? Не кажется ли менее легитимным? Не то чтобы законным, о законности мы сейчас поговорим, а о легитимности, если партии не... Вот социалисты, коммунисты говорят, нет, не будем. Видим двойной смысл. В любом случае решение будет принимать непосредственно каждый гражданин, который будет приходить на выборы. И мы к этому должны приучить, по крайней мере, показать ту практику, которая существует во всем мире. Я обращал внимание буквально вчера, да, разговоры все... Я понимаю, что проводить параллели между Республикой Молдовы и Великобритании немного сложновато. Но вопросы, которые... Мне было интересно, когда высказывались о том, что возможность проведения второго референдума по Брекситу... И о чем речь шла? О том, что надо, когда проводишь референдум, надо готовить разъяснять населению, что ты проводишь. Потому что первый раз Брексит проводя, очень многие не знали, за что голосуют. Сейчас говорят о том, что если проводить, нужно показывать цифры конкретные. И при этом тоже был консультативный референдум. И говорят сейчас, может быть, о возможности референдума, который будет обязательным в данном случае. Поэтому ситуация с Республикой Молдовы... Я не вижу здесь проблем в том, что некоторые партии говорят то, что не будем. Потому что также я могу сказать, что это тоже предвыборная компания для того, чтобы показать своим гражданам, что мы не идем на поводу демократической партии якобы. Но здесь опять же тот же вопрос. Я сказал о том, что эта идея не принадлежит... Не демократической партии идее. То есть эта идея... Да, вот с отзывом, это было по аббандатной системе, когда об этом говорили. Но опять же, это не означает, что это будет юридически обязательным. А по сокращению, ну все партии говорили. И мы в конце, когда выступили с таким же заявлением, сказали, ну давайте тогда обратимся непосредственно к народу для того, чтобы спросят. А можно тогда вопрос, почему партия демократов в 2007 году в сентябре аннулировала референдум господина президента, по которому был создан, ну как, это был тоже консультативный, и где одним из вопросов было сокращение депутатов. Вот скажите, почему это произошло? Вот почему тогда не нужно было спрашивать народ и мнение народа, а сегодня это необходимо. необходимо, и именно проводить его в день выборов. Вот вам не кажется это немножечко странным? Нет, мне не кажется по простой причине, что если вспомню, там было четыре вопроса, если не ошибаюсь. А здесь два. Ну хорошо, надо было два аннулировать, а два ставить. Четыре вопроса, которые ставились, очень странно. Довольно-таки, потому что ответ да или нет. Ну потому что формулировка. Хорошо, формулировка. Хотите ли вы, чтобы в школах преподавалась история Молдовы? Да, нет. Ну, по-моему, это логичный и нормальный вопрос. Хотите ли вы сокращение депутатов до 71? Да или нет? Ну, тоже нормальный, хороший, толковый вопрос. Хотите ли вы увеличение полномочий президента по распуску парламента с учетом того, что доверие к парламенту у населения довольно маленькое? Да, нет. Ну, тоже нормальный вопрос. Это же консультативно. Мне нравится, когда представители социалистической партии говорят о том, почему президент отказывается подписывать некоторые документы, потому что якобы не было переговорного процесса с ним для того, чтобы показать, что надо, необходимо подписывать или нет. В данном случае, опять же, почему не было переговорного процесса для того, чтобы сказать, давайте исключим некоторые вопросы. А вы с кем переговаривались, можно спросить? А кто... Когда принимал ли постановление об этом референду? А кто подписал законопроект? Вы хотите сказать, что вы проводили переговоры об этом вопросе? Нет, ну, он прошел через парламент и был подписан законопроект. Это не законопроект, это поставление парламента. Ну, давайте уж точно быть. Ну, проходил парламент же все эти разговоры. В парламенте, да, но социалистов вообще не присутствовали на этом заседании. Их они покинули, как и коммунисты, кстати. Ну, так это не означает, что есть отсутствие желания ввести переговорный процесс. В том случае, понимаете, вы не отвечаете на вопрос, почему тогда, когда задавался этот вопрос, партия демократов его отменила? Потому что было несколько вопросов, и постановка вопросов в данных странах. Тогда при помощи Конституционного суда аннулировали весь указ. Конституционный суд... Ну, это Конституционному суду вопрос. Конституционный суд, по запросу депутатов партии демократов, Конституционный суд мог тогда частично удовлетворить и оставить несколько вопросов, которые более ясны, в том числе и уничтожили депутаты. Вы мне ставите вопрос, как представитель демпартии, о том, почему Конституционный суд принял такое решение? Почему депутаты Демократической партии опротестовали все четыре вопроса? Они обратились в Конституционный суд, если это правильно. Они могли опротестовать только два, правда ведь? Но они решили весь документ опротестовать. Вот, они решили. То есть они захотели аннулировать референдум. Нет, мы не захотели аннулировать. Они предложили, спросили Конституционный суд. Спросили Конституционный суд. И Конституционный суд решил все-таки аннулировать, потому что так спросили Демократ. Нет, но это вопрос к Конституционному суду. Я понимаю, что сейчас хотите связать Конституционный суд с Демократической партией? Нет, зачем его связывать, если туда пришел депутат Демократической партии в качестве Конституционного суда? Мы говорим про 17-е годы? Нет, так вы говорите связать. Это он сейчас говорит про господина Решетникова в качестве судей и большего генерального прокурора. А раз вы говорите про Конституционный суд, то, конечно, давайте я тоже напомню вам, что в 2014 году, вот сейчас главная претензия юриста, в чем состоит к этому референдуму, было принято решение Конституционного суда по поводу проведения в один день выборов и референдумов. И в 2014 году Конституционный суд принял по этому поводу решение, и это вот сейчас, в принципе, как я посмотрела, высказался против в один день, посчитав, что это идет в разрез с интересными лекторатами. Высказался против 60 дней до 60 дней? Нет, 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 там господин Решетников был еще при поправке. 60 дней до и 60 дней после это предусмотрено законодательством. А вот конкретно в день выборов Конституционный суд в 2014 году вынес решение, где написал, что в один день с проведением выборов референдумы проводить не рекомендуется. Не рекомендуется. В соответствии с положением Свидетельской комиссии. Не рекомендуется. Хорошо, не рекомендуется. Не рекомендуется, это не означает, что запрет. А, но вы обязательно... Нет, я продолжу эту историю. Сейчас было обращение в Конституционный суд. Да, вот я продолжу эту историю. Все забывают о том, что в том же 2014 году Конституционный суд, вот он направил в парламент представление, в котором рекомендовал депутатам, учитывая их мнение, что в один день они против, они предложили им убрать двусмысленности из кодекса о выборах, чтобы не допустить совмещения выборов и референдумов. Что делают наши депутаты в 2018 году? Они поступают с точностью до наоборот. Они принимают как раз поправки, которые узаконивают фактически проведение референдума и выборов. Почему не уважают суд демократов? Ну там было предложение со стороны Конституционного суда. Нет, они обратились и рекомендовали. Конституционный суд, что он сказал? Решите вопрос в парламенте, для того, чтобы было понятно, имеете ли в это право или нет. Чтобы не в один день рекомендовали решить. Приняли решение о том, что 60 дней до, 60 после, но в этот день возможно проводить консультативное совещание с народом. То есть поправки господина Сырбу, который в принципе он инициировал, который сделал реальным и возможным проведение и выборов, и консультативного референдума, это я воспринимаю как ответ тем рекомендациям, которые были от конституционного суда. Тем предложения, которые были сделаны от Конституционного суда. Да, то есть сделали точно суду наоборот. Почему? Потому что, опять-таки, если мы с вами вспомним решение Конституционного суда, и вот господин Гомурай как раз правильно сейчас напомнил, что и даже венецианская комиссия рекомендовала Республике Молдова не проводить. А господин Гомурай сейчас скажет вам, а венецианская комиссия только рекомендательная у нее. Она рекомендовала, секунду, я поэтому и говорю, что и венецианская комиссия рекомендует нам не проводить в один день выборы и референдум. Это правда. И Конституционный суд нам говорит своим решением и рекомендует не проводить в один день выборы и референдум. Но мы не хотим слушать никого и все-таки идем на то, что проводим. Но в некоторых случаях, вы знаете, вот мне тут напрашиваются двойные стандарты. То есть в некоторых случаях мы бежим в венецианскую комиссию, просим у них рекомендации и заключения. И говорю, вот вы знаете, нам сказала венецианская комиссия, мы не можем сделать никак иначе. Или мы пытаемся принять законы по директивам Евросоюза и мы не можем сделать никак иначе. А вот когда нам это не выгодно, а выгодно по-другому, то мы уже не смотрим на то, что нам рекомендует венецианская комиссия, на то, что нам рекомендует Конституционный суд. Мы действуем уже с другими поправками, мы идем уже с другими законами. И вот это, конечно, вызывает... Давайте разграничим директивы Европейского Союза, потому что когда мы их перенимаем, когда перенимаем, имплементируем положение этих директивов, это в соответствии с договором об ассоциации, который предусмотрен конкретной тематике. Мы это подписали, это наше юридическое обязательство перед... Если можно, вот да. То есть когда мы обязаны дождаться, вот сейчас мы не дожидались. Вот вообще как-то многие говорили, что как-то эти поправки принимались в этот кодекс о выборах. Они принимались как-то настолько, ну, полутайно получалось. Потому что конечная была, значит, рекомендована к принятию не профильной комиссии, а почему-то комиссии по соцзащите. То есть оппозиция вообще была не в курсе вот этих деталей. Там на других вещах они сосредоточились, на агитации в день выборов. То есть как-то полусекретно. Скажите, пожалуйста, когда мы обязаны подавать? Есть разница в том, что когда мы обращаемся за рекомендацией по вопросам конкретным, которые сейчас касаются демократии, прав человека и так далее, потому что так это комиссия по демократии называется. Значит, это обращение для того, чтобы указать на то, что мы соответствуем с определенным правилом, который проводится, соблюдается в странах Европы. И не только Европейского Союза. Когда мы говорим об обязательствах, вот это директивы, например, директивы сами по себе не обязательны для Республики Молдова. Директивы стали обязательны после того, как мы ратифицировали договор об ассоциации, и там указали, что мы будем приводить свое законодательство в соответствии с европейскими директивами. Тогда они становятся обязательны, хотя косвенно. То есть нет такого, никто не может обратиться, например, в странах Европейского Союза, если ты не выполняешь директивы и регламент, то есть европейский суд, который обязывает. Господин Мишин говорит, что все-таки есть двойные стандарты. Когда-то, вот когда демократам выгодно, он говорит, они берут это в расчет. Вот я поискала, есть обязательства отправлять на экспертизу законопроекты, связанные с демократическими институтами, вот так, есть такая формулировка, до их принятия. Последние поправки в кодексе эту экспертизу не прошли. Давайте, когда мы говорим о том, толкуем положение, надо толковать и само содержание. Содержание этих вопросов, потому что сказала Венецианская комиссия, почему они говорили, что нежелательно в один день. Это потому, что якобы это отвлекает внимание граждан. Вы сейчас приходите к самому главному, для чего этот референдум и делается. Подожди, я не договорил. Вопрос о том, что отвлекает внимание или нет, вот здесь все зависит от правящей партии, в данном случае от нас, потому что если мы с этим согласны. Для того, чтобы люди понимали, вот я опять привожу пример с тем, что проходит в Великобритании. Это в британском парламенте было сказано примерно то же самое, только не в соответствии с Венецианской комиссией. Они не ссылаются на нее. Говорят о том, что необходимо разъяснять, и это ответственность, моральная ответственность политиков и всех партий, которые должны разъяснять, в чем состоит один вопрос, в чем состоит другой вопрос, для того, чтобы создать, чтобы было четко понятно, как оно будет проводиться. У Республики Молдова есть практика 99-го года, отрицательная практика, проводили в один день. Отрицательная в том смысле, что тут не было кворума. То есть опять же, недоработка политиков, и я бы не хотел, чтобы мы наступали на те же грабли сегодня. То есть мы должны четко разъяснять, вот выступила партия социалистов, партия коммунистов о том, что мы не будем просто участвовать или нет. Мы не будем регистрироваться в качестве электоральных конкурентов. На референдуме. На референдуме, да. Мы говорим о том, что мы будем разъяснять каждый раз, что предусматривает под собой референдум, в том числе консультативный. Гостян Гамураль, а вот скажите, так вот как рядовой избиратель думает, для него, возможно, уже есть новшество, которое он должен переварить, в том, что эти выборы парламентские проходят по смешанной системе. И вместо одного бюллетеня, как он привык, он обычно напротив партии ставил штамп, и, как говорится, долг свой на этом исполнял. Теперь у него добавляется нагрузка. Он должен еще учесть, что выборы по смешанной системе, он должен еще выбрать кандидата. Но вы считаете, так мало еще, давайте еще два. Вот может быть, стоило остановиться, когда у нас два бюллетеня, и сказать, хорошо, окей, но мы следующие вот референдумы чуть-чуть позже, нет? Я вам больше того добавлю, помимо того, что он должен еще разобраться в двух бюллетнях, он должен еще и подписаться за каждый бюллетень, что он его получил. Вы имеете в виду в регистрационных... Понимаете, это бюллетень, то есть я подхожу, получаю за партию один, я получаю за кандидата один, и еще два за референдум. Я же должен и там подписываться, правильно, для того, чтобы это получить. Так это называется введение в заблуждение, потому что где гарантия? Вот я не хочу... Введение в заблуждение, когда нет разъяснительной работы до этого. Господин Гамураль, вот получается партия демократов не будет участвовать в предвыборной гонке, а будет заниматься только разъяснением по поводу референдума. Вы это хотите сказать? Центральная электоральная комиссия уже сегодня по всем каналам указывает на то, в чем смысл выбора, как они будут проходить. Но это и политики должны разъяснить, в том числе. Хорошо, но давайте с вами согласимся. Вот я пришел на избирательный участок, я не хочу участвовать в референдуме, но я не знаю, какой мне дают для подписи протокол. Я подписываюсь и мне дают два бюллетня референдума, а потом говорят, а вы еще и должны эти два. Я говорю, а я не хочу, но вы же уже подписались. Это не введение в заблуждение, введение. И вы прекрасно понимаете, что это будет сплошь и рядом. Или приходят бабушки, которые не все смотрят телевизоры, не у всех есть телевидение. И когда они придут, им поставят этот протокол, они подпишутся, дадут бюллетни, скажут, идите, отвечайте. Это тоже введение в заблуждение. Потому что у нас все-таки идут парламентские выборы, а не референдум. И тогда, если вы говорите, что демократическая партия так давно мечтала задать вопросы, проконсультироваться с людьми, о сокращении депутатов, а почему его нельзя было сделать в апреле, в августе? Почему именно вот сейчас оно возникло за три месяца до выборов, и нужно было принять постановление парламента о том, чтобы этот референдум проводить именно в день с выборами? Если вы скажете, что не будут дополнительных затрат, это тоже обман. Это вопрос в том, что об этом все знают, что затрат будет меньше, это понятно. Нет, меньше, но, понимаете, сегодня демократическая партия также вводит в заблуждение граждан, потому что она говорит, что дополнительных затрат на проведение референдума в день выборов не будет. Но, извините, а как? А напечатать по два бюллетня, это тоже дополнительные средства, и нужно потратить деньги. А те же протоколы? Во всем мире? Да, оплата не будет. Во всем мире понятие вопроса о том, проведение референдума, это часть демократической системы. Почему его не проводят отдельно? Почему, когда хотели проводить референдум, его зарубили? Понимаете, вы правильно говорите во всем мире, как это принято. Почему это у нас не принято? Почему, когда мы говорили больше полугода о том, что проведите референдум по поводу туда, куда нужно двигаться, Республики Молдова, вы не хотели этого делать? Нет, мы же объяснили четко, потому что у нас есть базовый договор, по которому мы так поняли. Это договор не народ составил, правильно? Почему не народ? Это большинство, парламентское большинство, которое подписало. Какое парламентское большинство, которое, извините, скажите тогда, пожалуйста, когда состоялись выборы в 2014 году? Мы говорим о том, что депутаты, которые проголосовали, являются представителями народа. А то я понимаю, о чем сейчас речь скажет, что некоторые ушли из других партий. Право остается у депутата, но не совсем у некоторых есть право представления народа. Потому что, когда они шли на выборы, и народ им доверял мандат, они шли с другой идеологией. Это философский подход. Юридический подход состоит в том, что депутат, у него остается в своем виде того, чего он хотел. Откуда я знаю, когда он был в другой партии, почему он вышел из той партии, возможно, там и изменились правила игры. Это, к сожалению, существует во многих странах, или перед выборами, или во время, уже когда являются депутатами, когда они говорят... Ну, мы видим, что партия не идет по тому направлению, которому... Ну, хорошо, это один, двое. Но вы посмотрите количество. Значит, давайте искать проблему у тех партий, откуда они ушли. А, то есть это проблема все-таки у тех партий. Я всегда ищу проблему там, то есть вот когда, если, например, у меня проблема с Европейским Союзом, я ищу проблему, в первую очередь, у себя. Почему это возникает? И потом уже начинаю сказать дальше. Почему наши политические партии не ищут проблему у себя? Почему от них депутаты уходят? Нет, я сейчас говорю, хорошо, политические партии, они вот те, которые остались, да, без этих депутатов, пусть от себя и ищут проблемы. И это они сейчас будут избирателям объяснять, да, почему так случилось, так произошло. Но у меня другой вопрос. Почему все-таки не дают некоторым людям, и в том числе и главе государства, проводить референдумы? Да, потому что я еще один могу привести референдум, который хотели провести, также и Центр избирком, и суды зарубили. А тут назначают, и это подводят как воля заявления народа. Мы ставим на одни весы разные вопросы. Вопросы о сколько депутатов будет в парламенте, этот вопрос не зависит от целенаправленности государства и куда она будет двигаться. Это вопрос, который влезет в какой договор. Я говорю сейчас о референдуме, а не о объединении вопросов. Я говорю разные вопросы, потому что когда он спрашивает, почему не был поставлен вопрос о европейской интеграции на референдуме, я объясняю, есть юридическая подоплека, есть договор об ассоциации, который и так предусматривает, что главным нашим обязательством по международному праву является по этому договору. То есть поэтому в Конституцию надо было внести через парламент? Возможно, почему нет? Потому что есть юридическая подоплека, есть международный договор. Так если есть юридическая подоплека, международный договор, зачем оно надо в Конституции? Подтверждение того, что мы являемся сторонником. Зачем оно нужно в Конституции? Это не столько юридическая, как политическая норма, которая предусматривает. А как политическую норму можно вносить в Конституцию, господин Гамурай? Политический подход к тому, что мы признаем... То есть вы говорите, что это политическая идеология, которая хотела, должна была внести на Конституции? Это не идеология. Идеология была в Советской Конституции коммунистической партии, другое дело. Вы всегда сравнивали, проводили параллель между шестой статьей. Я не про вас лично говорю, я говорю про представителей тех, которые критикуют этот вопрос. Есть идеология у демократической партии, которая в уставе партии четко записана как цель евроинтеграции, и ее пытались смести в Конституцию. Это не от партии. Это немножечко другая тема. Я бы спросила вас на этом сейчас прервать ваш спор, потому что я хочу понять, что у нас будет происходить конкретно непосредственно с этим решением. Вот смотрите, вы говорите, что решение Конституционного суда якобы было не очень обязательное, но очень многие юристы с вами спорят. Они считают, что то решение, которое принял Конституционный суд в 2014 году, там все четко. Во-первых, исключаете ли вы, что кто-то сейчас обратится в Конституционный суд, и буквально до конца мы будем уже знать позицию суда? Вот конкретно, да? Наш суд, это, конечно, все-таки в этой истории это очень интересно всем. И можем ли мы говорить о том, что в любом случае, как бы потом кто ни трактовал, у нас должен быть приоритет решением Конституционного суда? Во-первых, вот так. Давайте. Приоритет? Конечно. И об этом не могли не знать депутаты, когда вносили эти поправки и когда они голосовали. Как такое могло случиться, что у нас депутаты принимают законы, заведомо противоречащие решением Конституционного суда? Нет, решение Конституционного суда для того, чтобы говорить, что это заведомо противоречит. Если будет решение Конституционного суда по этому вопросу, хорошо. То есть в 2014 год вы не согласны, что там четко и конкретно есть решение, что не надо в один день? Там была ссылка, и там разговор о том, что речь идет о том, вот эти 60 дней до и после, ссылка на рекомендации Венецианской комиссии о том и разъяснение. Почему? Потому что может ввести заблудение. Много разъяснений. Вы знаете, там Конституционный суд столько приводит доводов, один из них, чтобы даже не ссылались на экономическую выгоду. Вот вы сейчас спорили в плане денег, а я вспоминала, как объяснял этот суд. Он говорил, что все ссылки на то, что экономятся деньги, да, мы понимаем, что Республика Молдова находится в непростой финансовой ситуации. Но все-таки мы не рекомендуем ссылаться на это и говорить, что из-за финансовой стороны все-таки проводится. То есть даже это Конституционный суд учел в 2014 году. А теперь все эти аргументы, они, в принципе, никому оказались не нужны. Вот, да, сейчас обратятся, я хочу понять, что будет дальше. Обратятся в Конституционный суд. И суд, вот возьмут и напишут, в 2014 году мы это все толковали, мы сказали, не надо. Что дальше? Я боюсь, что будет по-другому. Или вот другой вердик. Как-то же надо будет это все? Я думаю, что если кто-то обратится сегодня в Конституционный суд с вопросом, да, можно ли проводить в один день референдум и парламентские выборы, Конституционный суд, ну, опять, это я предсказываю, конечно, но думаю, что оно так и будет. Он вернется к тому решению 2014 года, пересмотрит его, скажет, что, извините, мы там в этой области ошиблись. Это вы намекаете тоненько, что так было один раз, как с президентскими выборами, да? Один раз. Все это вспоминающие. Это было много раз. Но юридические у суда не имеют право пересмотреть. Да, поэтому я и говорю, что в нынешней ситуации, и при нынешнем составе, и при нынешних назначениях последних Конституционных судов... И при других назначениях Конституционный суд имеет право пересмотреть свое собственное решение. Я говорю сейчас, нет, то, что он имеет право, это бесспорно. Я говорю, ввиду уже к чему, как будет это пересмотрено, и преподнесено, что это можно делать в один день. Понимаете, господин Гамурай? Вот о чем речь. Вы превращаете Конституционный суд в политическую... Я не понимаю, что значит, он может пересмотреть свои решения. Да, он давно превратился в СССР в политический упор. Радится в том, что я все-таки предъявляю соблюдение, что Конституционный суд является юридическим инструментом, но никак не политическим. Хорошо, господин Гамурай, если Конституционный суд не соблюдает кодекс о Конституционной юрисдикции... В идеале, да, господин Гамурай? Вы сейчас говорите, как в идеале. Нет, как должно быть. Если Конституционный суд не соблюдает свой кодекс о Конституционной юрисдикции и выносит решение, которые ему противоречат, и Конституции в том числе. Вы хотите сказать, что это юридический инструмент? Нет, но это же толкование, которое дается. Такое толкование может дать только Конституционный суд. Какое толкование? То, о чем мы говорим, мы говорим о теоретических толкованиях. Хорошо, давайте так. Есть субъекты обращения в Конституционный суд, правильно? Если мы берем 38 статью, часть 2, пункт С, кто имеет право обратиться в Конституционный суд по вопросу об отстранении президента Республики Молдова? Там четко и ясно написано, постановление парламента Республики Молдова, подписанное председателем парламента. У нас 5 раз обращаются просто депутаты Демократической партии, они что, становятся целым пленарным заседанием и вынесли свое постановление вдвоем или втроем? Вы же как юрист понимаете, что это решение, принять или не принять, имеет право только Конституционный суд. Секунду, субъект обращения прописан четко как в законодексе Конституционной юрисдикции, так и в Конституции. И он нарушается. И вы после этого говорите, что Конституционный суд является юридическим инструментом? Извините. В любой стране Конституционный суд... Говорите про Молдову, пожалуйста. Хорошо, и в том числе в Республике Молдове. Я привожу, потому что мы привыкли ссылаться на другую практику. В любой стране, в том числе в Республике Молдове, Конституционный суд является тем институтом, который сам самостоятельно устанавливает законность обращений и имеет ли право такой субъект обращения Конституционного суда. А, то есть, Кодекс Конституционной юрисдикции и Конституции здесь вообще ни при чем. То есть, Конституционный суд сам решает. Истолковать тот же Кодекс имеет право только Конституционный суд. Нет, не надо толковать, там черный по белому написано. Это мы сейчас говорим с точки зрения теории. Нет, это не теория. Вы говорите про закон, что это теория. Мы сейчас толкуем его террористику. Я не толкую, я его привожу наизусть. А я не хочу толковать, я хочу понять, что будет, если кто-то действительно, а мне кажется, что как-то из этого надо выходить. Потому что на самом деле очень многие люди сейчас поднимают вот это решение и пытаются понять, насколько это... Конституционный суд оправдает данное постановление парламента о проведении референдума в один день с парламентскими выборами и даст на это зеленый свет. Вот и все. Вот что будет. И, к сожалению, сегодня поэтому никто и не обращается в Конституционный суд. Потому что изначально знают, что будет такое решение и потому что они ему не доверяют. Вот и все. Отсутствие обращения, я могу рассматривать по-другому, потому что мы сейчас находимся в предвыборной кампании. Отсутствие обращения можно считать как желание приобрести необходимые очки в предвыборной кампании, указать на то, что вот якобы правящая власть нарушает какие-то нормы, и Конституционный суд не будет работать. Поэтому проще набрать очки в предвыборной кампании таким образом, нежели обратиться в Конституционный суд и впоследствии говорить о том, какого решения. Я поняла, что мы с вами сейчас все вместе хором фантазируем, как это будет, как это будет. На самом деле не знает никто, остается только дожить и посмотреть, как же будет ситуация развиваться. У меня вопросы по поводу второго, значит, второй части этого референдума, отзыв депутатов. Вот если с первым более или менее понятно, что вы все время ссылаетесь на то, что были и до демократов, то есть это не изобретение демократов. Мы знаем, что очень много партий выступало в своей предвыборной программе с этой инициативой, то есть это понятно. Вот теперь отзыв депутатов. Это очень сложная схема, и если учесть весь опыт Молдовы и то, что в последнее время говорят о нас европейские органы, то это не рекомендуется в постсоветских странах вообще этим заниматься. И если мы вернемся к теме императивного мандата, то здесь вообще ситуация крайне интересная, потому что до сих пор он есть в КНР, Северной Корее и на Кубе. Да, вы сами знаете. То есть мы же, европейская интеграция у нас, мы же не можем смотреть на Северную Корею и Кубу. Давайте мы с этим разберемся. Если бы вы находились в Европейской Суизе, мы бы на них не стояли, потому что эти страны с авторитарным режимом. Ну я намекаю вам на то, что это не наш путь, знаете, не то, что вы сейчас провозгласили. Объясните, пожалуйста, очень многих этот момент смущает, момент отзыва. Не верят власти. Ну, во-первых, этот вопрос опять же является консультативным. Принимать его, обращаться к тому, если, например, даже проголосует. Я говорю, если проголосует, потому что никто не знает, сколько будет голосовать и кто выйдет на выборы. Вообще не знаем результаты выборов. Даже если проголосует большинство за вот этот пункт, за возможность отзыва, этот вопрос в любом случае будет рассматриваться в парламенте, в следующем парламенте. Следующий парламент, наверняка, по крайней мере, такова процедура, должен обратиться в том числе в Конституционный суд или, по крайней мере, за рекомендации, насколько это правомерно или нет. То есть этот вопрос, я его рассматриваю намного шире. Вопрос в том, чтобы наконец-то изменить ситуацию, когда наши граждане, начиная с 93-94 года, когда поменяли систему выборов, они практически потеряли интересы и поняли, что ничего не могут решить, потому что голосуется просто партия и впоследствии нет никаких рычагов. И в данном случае для того, чтобы показать, что вы должны быть активными игроками на политической арене, в том числе дать понять депутатам тому, что на них лежит определенная ответственность. Потому что вот тот позыв, который может послужить от граждан, если они проголосуют за, я надеюсь, что этот вопрос будет обсуждаться в парламенте и люди поймут просто-напросто, что это на самом деле серьезный вопрос. Можно уточнение в этот вопрос? А вот Демократическая партия, которая предложила данный вопрос, при условии, что у нас смешанная система выборов, она предлагает отзывать депутатов, которые избраны по спискам или которые избраны по одномандатным округам. И как вы будете разъяснять, каких депутатов они смогут отозвать? И давайте еще, как вы разъясните последствия отзыва? Ну, допустим, по списку я понимаю. Допустим, вы дали добро на то, чтобы отозвать этого депутата. Если его отзывают, то, соответственно, идет следующий по списку. То есть здесь вы культурно красиво все объясняете. Если же вы даете добро на отзыв одномандатного депутата, то в данном случае у нас по закону, по кодексу выборов, красиво предусмотрено, что проходят новые выборы. То есть вы хотите ввести в данном случае в еще одни электоральные поля и в еще одни затраты? Или что? Я опять же разъясню. Во-первых, когда возникали вопросы из того, что на протяжении последних трех лет, по крайней мере два года, сколько я дохожусь в этой должности, еженедельно собирается информация из территории, еженедельно общается с гражданами. И вот эти вопросы, которые наиболее часто встречаются, вот эти вопросы мы и поднимали. Один из самых ярких вопросов был желание отозвать депутата. А вы не задавали вопрос, почему возникает этот вопрос у населения? Нет, ну это немножко другая тема. Почему? Потому что недовольны качеством работы парламента и так далее. Здесь вопрос не в партии. Вы знаете по уровню доверия парламенту? Так я поэтому да. Я хочу услышать, что все-таки это дошло до парламентского большинства, что из-за этого народ хочет иметь отзыв депутатов. Я не говорил о том, что граждане недовольны депутатами Демпартии, недовольны... Смотрите, я не задал вопрос конкретно к партии. Нет, я просто разъясняю. Я говорю, что услышала парламентское большинство, чаянное народное. Каждый раз, каждый раз. Об этом говорили. Господин Гумарин, можете ли вы гарантировать, что процедура отзыва депутатов не превратится в то, что будут отозванные депутаты, не угодные к власти? Вот это претензия. Я не могу ничего гарантировать, потому что это социологический опрос. И он будет, следующий парламент будет рассматривать, возможно ли такое. И да, если да. Каковы процедуры? Наверняка после обращения в Конституционный суд, и наверняка после обращения в Венецианскую комиссию и так далее. То есть это сложная процедура. Но это позыв от граждан, что существуют определенные проблемы. Для того, чтобы прийти к этому, вы же юрист, вы понимаете, что нужно поменять 30% Конституции? Как минимум. Для того, чтобы ввести процесс отзыва депутата. Все эти вопросы будут к следующему парламенту, который будет это все обсуждать. Или не будет вообще рассматривать этот вопрос. Или не будет, или просто откладывать, что-то не подходит. Вы сами признаете, что сегодня этот референдум... А меня волнует в этой связи другое, Сергей. Можно я скажу? Меня волнует, вы понимаете, что вы так легко говорите, ну вот это следующее, ну не будет. Ну или и будет, или как решат. Меня волнует момент, понимаете, вот это профанирует саму идею референдумов. И если народ, вот сейчас он выйдет, и он выскажет свое мнение, понимаете, в следующий раз будут вопросы не менее важные. Народ просто наученный тем, что его позицию не приняли во внимание, он просто будет бойкотировать любой референдум. Это небезопасно. Нельзя с народом играть так и говорить, вот вы знаете, вы там все равно скажите, но мы вам не гарантируем, что это будет. Но ведь так. Это вот опять же, если мы будем популизмом заниматься из этих вопросов, то есть мы разъясняем очень четко. Вы высказываете по этим вопросам. Да, но мы вам не гарантируем, что следующий парламент... А как мы можем гарантировать, когда мы не знаем, какой будет состав следующего парламента? Следующий парламент будет рассужден. Господин Габурат, почему тогда вы не подождали? Пока пройдут выборы, посмотрели бы, какой состав парламента. Сможете ли вы гарантировать, что эти вопросы будут рассмотрены и введены в жизнь, и после этого объявили бы референдум? Я не вижу, в чем проблема, если граждане выскажутся сейчас по этим вопросам, которые будут рассматриваться с точки зрения. Знаете, в чем вижу тут проблемы? Нет, проблемы нет, просто то, что люди будут верить больше. То, что граждане выскажутся, проблем здесь нет. Тут вопрос, для чего это инициируется, понимаете? Сам референдум. Потому что эти вопросы... Нет, вы понимаете, потому что возникали, действительно, я еще раз повторюсь, то, что это возникали и был назначен указом президента референдум, поэтому мы об этом и говорим. Но здесь в другом вопросе. Вы понимаете, у нас получается, что этот парламент, который еще сегодня более-менее действует... Ну, по крайней мере, мандаты еще признаны. Этот парламент пытается вмешаться в деятельность следующего парламента, а вот это, я считаю... У нас нет последовательности в парламентской жизни? Нет, подождите. Если есть законопроект, который принят в первом чтении, и потом будет рассматриваться в втором чтении, то не то же самое? Нет, 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 а я вам другое скажу. Хорошо, почему этот парламент пытается внести регламент парламента и кодекс в поведение для следующего парламента? Может, следующий парламент будет думать по какому-то регламенту? Нет, уже в одном чтении, да, регламент в одном чтении. Дальше, дальше, в втором чтении, следующий парламент будет решено. Подождите, но я... Зачем это принимать? Может, следующий парламент об этом подумать? А это вопрос задавали. Да, и с этим референдумом, понимаете? А вот мы не знаем, как оно будет, мы не знаем, будут ли это рассматривать, мы не знаем вообще, будет ли это. Мы говорим о последовательности парламентской жизни в Республике Молдовы. Поэтому эта последовательность должна быть. Нельзя навязывать правила игры. Это не навязывается. Это правило игры, которое существует. Хорошо, вы говорите, вот вы предлагали отзыв депутатов. Два года назад. Это не мы предлагали. Это была информация... Информация от народа. При одномагнатной системе Демократическая партия Республики Молдова предлагала отзыв депутатов. Ему сказали, откуда возник этот вопрос. Секунду. Вы предлагали этот вопрос? Да, так я говорю. Предлагали. Теперь, назови. Вы же тогда думали, как это будет? Механизм. Механизма нет. И нет до сих пор. И вы не разъясните его. Потому что у вас это не выработано. И вы не говорите людям о том, что... Мы же сказали тогда четко, что... Я права на реплику, да. Поскольку этот вопрос возникал очень часто в тех обращениях с населением, когда обсуждали, мы сказали, что этот вопрос нужно поднять и нужно рассматривать, как он будет. Он возникает уже 10 лет, господин Гаммурар, а не последние 2-3 года. У нас время, к сожалению, мы уже перебрали, но слушала бы вас еще, потому что вопросы на самом деле очень важные. Главное, что я поняла, что столько появля... У меня были вопросы до эфира. Вы знаете, после эфира у меня их больше. Я не ожидала, что будет так. Позовите, ответьте. Но тем не менее, да. Да. И как-то, а уж если подумать, как наши избиратели будут разбираться и в день голосования, то как-то я не знаю, вот есть у меня по этому поводу определенного рода сомнения. Спасибо, что пришли. И вам спасибо. Да, очень важно поднимать эти вопросы. Может быть, хотя бы мы попытаемся людям разъяснить, кто чего хочет в этой истории, и нужно или не нужно им в этом во всем участвовать. Спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо вам, спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вам вечера. До новых встреч! Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин